Итак, дорогие друзья, доброе утро! Всем доброе, добрейшее утро из Иерусалима, из святого города Иерусалима. И мы начинаем наш традиционный урок Тор. В 10.00 мы его начинаем. С 10.00 до 10.20 будет идти этот урок. Но те, кто не успевает его посмотреть, подпишитесь на канал Ваикра, платформа Ваикра в Телеграме. Вот я как раз разместил ссылочку. И вы можете получать уроки или в Телеграме, или в Ватсапе, или как вам удобно в течение дня смотреть. При ходьбе очень удобно слушать. Даже не обязательно их смотреть, можно их слушать. Идешь и слушаешь. Как говорится, будешь произносить слова эти у Влахтыха в Адерах, и когда ты будешь идти в дороге. Мозг, мозг, он не останавливается. Никогда. И он все время о чем-то думает. Вот сейчас, например, внешний, вот Яков Шатани написал, чтобы сегодняшний урок был для полного выздоровления Сара Бат Виктория Эстер. Чтобы Сара, дочка Виктории Эстер, чтобы было у нее полное выздоровление. И говорится так, чтобы было у нее полное выздоровление Рефуата Нефеш, Рефуата Гуф. Чтобы было у нее, излечилась ее Нефеш. Нефеш это вот это вот то, что называется животная душа, которая управляет телом. И Рефуата Гуф, значит, потом идет Гуф, потом идет уже само тело. То есть практически все болезни, их корень находится в духовности, или в психосоматике, или в психологии. И потом только тело оно отражает. Тело отражает то, что происходит в душе у человека, в его интеллекте. Поэтому мы желаем полное выздоровление, чтобы было Рефуата Нефеш, чтобы духовное было выздоровление в начале. И потом, чтобы было Рефуата Гуф, и как следствие тело приходит и тоже выздоравливает Сара Бат Виктория Эстер. Сегодняшний урок ее родственники, или она сама попросили, чтобы было для ее выздоровления. Все. А мы продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Сламона, потому что мне очень нравится вот это вот выражение. Все эти люди, у кого чисто и все лежит по местам. Знаете, почему у них все чисто и все лежит на местах? У них есть главный принцип. Одно убеждение. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. И если человек, он постоянно все кладет на место, делает все правильно, то ему не придется потом убирать. Есть еще одна очень великая мудрая история, которая в жизненном применении, она дает невероятные, невероятные вообще человеку плюсы, да? Бенефиты. Есть такое красивое слово. Значит, смотрите, для того, чтобы когда едет телега, вот так это сформулировано, когда едет телега, то ее, чтобы поддерживать, чтобы она не упала, достаточно одного человека. Но если телега перевернулась и упала, один человек уже не может ее нагрузить обратно. Нужно пять человек, чтобы ее нагрузить обратно. Поэтому профилактика, профилактика заболеваний, профилактика всего в жизни, это самое главное. Тот, кто правильно действует изо дня в день, тому будет легче. То есть нужно поддерживать свою телегу. Человек по жизни идет, как телега такая. И значит, нужно поддерживать состояние и физическое. Поэтому вот сейчас, например, эпидемия, и многие заболевают, а многие не заболевают. В одной и той же семье могут быть те, кто заболели, те, кто не заболели. И человек, который заболевает, он думает, вот я сейчас лежу, мучаясь, например, да. Отчего же я не обливался холодной водой? Всего ли там две-три минуты в день это занимает, пять минут в день. Но эта ледяная вода, она бы настолько бы мой иммунитет с годами бы подняла, что я бы сейчас был здоров. То есть очень важно и в физическом плане, и в духовном заниматься профилактикой. Понятно? Хорошо. Значит, 14-й отрывок. Мы сегодня, давайте 13-й вспомним. 13-й отрывок 22-й главы был. Психология ленивого человека. Сказал ленивый. Лев на улице, а на улицах... Лев снаружи дома, а на улицах убийцы, поэтому я не выйду из комнаты. То есть ленивый человек, он придумает себе тысячу оправданий. Он сам в них поверит, потому что он, когда ленивый, думает, что лев снаружи дома, он не обманывает, он в это верит. Но этот лев, выдуманный лев, которого он себе сам выдумал, оставляет его в кровати, и он не делает. Это психология ленивых людей. И в принципе, а чем отличается психология неленивых людей? И неленивый человек, он наоборот, он думает, что лев не на улице, а в кровати. И что если он останется в кровати, то его эта кровать съест просто, она его сожрет. И он тоже медомьен, то есть все медомьяним, все фантазируют. Но фантазии у всех разные. Один боится, что будет, если я сделаю, и он придумывает себе льва на улице. Второй, он боится того, что будет, если я не сделаю, и он придумывает себе, что будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Но в любом случае, любой человек живет в мире своих идей, в мире своих фантазий. И зачем мы изучаем Тору? Для того, чтобы Тора это свет, который сжигает все фантазии, и он вместо этих фантазий устанавливает в голову программное обеспечение, которое Бог сказал. Вот так ты в этом мире действуешь, вот у тебя будет все великолепно. И не надо больше, не надо меньше. Есть четкая конкретная Тора, свет, которая нам регламентирует, что и как надо делать. И 14-й отрывок нас предупреждает царь Шломо. Шломо Амеллах, мудрейший из людей, нас предупреждает. Шуха Амука Пизарот, Зеум Ашем, Иполь Шам. Значит, Шуха Амука переводится «глубокая яма». Глубокая яма Пизарот, уста чужие. Зеум Ашем, гнев Бога, Иполь Шам, упадет туда. Упадет туда. Значит, как это работает? Кто-то тебе Пизарот, да? То есть, есть такое понятие в Торе, дословно переводится «род чужой». Интересно, что идолопоклонство на языке Торы, оно называется «авода зара», «чужое служение». Есть такое понятие тоже «ло-и-е-бх-эль-зар», «не будет у тебя Бога чужого». Вот это все слово «азар», «чужой», это показывает на чуждую идеологию. Теперь смотрите, как получается. В начале Бог сказал первому человеку, он ему сказал, вот тебе вся земля, все мироздание, вот как ты думаешь, так и будет. Он провел мимо него всех животных, и как человек давал животному название, определение, так оно и было. На иврите на языке Торы слово и вещь – это одно и то же. То есть, человек своими устами, своими словами, первый человек, я имею в виду, Адам Решон, первый человек, он создавал этот мир, мироздание. Он прямо вот давал название, таким оно и становилось, суть вещей. Он словами устанавливал суть вещей. Теперь Бог ему сказал, что от любого дерева кушай, то есть, ты можешь пользоваться всем этим миром, кроме дерева познания добра и зла. Менять местами добро и зло, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя, ты не можешь. То есть, ты не можешь поменять местами базисные настройки этого мира. То есть, Бог дал базисные настройки, ты можешь его допрограммировать, но не выходить за рамки того, что Бог установил добро и зло. Теперь, но что сделал человек? Он съел от этого плода дерево познания добра и зла, и он начал сразу же с Богом вступать в отговорки. Да, вот эти вот отговорки, это прямо от первого человека. Бог ему говорит, ты ел от дерева, которое я тебе запретил есть от него. Он говорит, ну секундочку, ты запретил мне есть от него, но я же от него и не ел. Я ел от жены, которую ты мне дал. Ты же сказал, что плохо человеку быть одному. Ты мне дал жену. Я думал, что все, что от тебя, это добро. Как же так? Чего я должен был думать? Есть, не есть. Ты мне дал жену, дерево, она мне сказала есть. Я от дерева не ел, ел от жены. Все. Это так работает мозг человека, когда он идет против Бога. То есть, он придумывает любые отговорки, любые оправдания для того, чтобы оправдать свое поведение. Теперь, есть Тора. То есть, никто не сомневается, Бог дал Тору на горе Синай, Мошерабену, Моисею. Было это 3320 или 330 лет назад. Все. Значит, каждый песок мы об этом вспоминаем. Это как бы все понятно. Десять заповедей. Десять заповедей. Очень красиво все написано. Тоже все понятно. Теперь, ну тут появляется уста чужих. Появляется пи за рот. Рот чужих. Появляется кто-то. Это может быть совершенно выглядящий, как прекрасная хава, которая была от Бога жена Адама Решона, первого человека. Это может быть какой-то очень благообразного вида с белой бородой в типе человека, как Михаил Лайтман, например. Или все выглядят хорошо. Все так вроде бы говорят про добро, про одно и то же. Но в итоге они опускают в яму глубокую. Интересно, что я разместил здесь ссылочку. В 1977 году появился один журналист. Такой журналюга, аферюга, журналюга. Знаете, журналисты, они сами себя называют вторая древнейшая профессия. Это те люди, которые обманывают других людей за деньги. То есть журналисты это тот, кто обманывает и продвигает позицию какого-то того, кто ему заплатил. То есть журналисты, они, понятное дело, они получают деньги за свою работу. И журналистов покупают для того, чтобы они в СМИ, средствам массовой информации, влияли на интеллект людей. И вот этот журналист, он организовал секту, которая называлась Раэлиты. Он говорит, смотрите, прилетели, значит, НЛО в пустыне, встретил ненапознанный летающий объект. Вышли из нее метр двадцать такие инопланетяне. Сказали, что зовут их Элоим. Элоим, так они сказали. А Элоим это мы знаем, что в Торе, кто такой Элоим? Всесильный. Это имя Всевышнего, Всесильный Бог. А они сказали, эти карли, эти метр двадцать, он говорит, ростом, что мы Элоим, мы инопланетяне, и мы тебя назначаем, вот пошли в пещеру. Значит, он говорит, они меня взяли в пещеру, говорят, вот сидит, значит, Моисей, вот сидит Иисус, вот сидит Мухаммед, а вот ты теперь будешь с ними в одной команде. И, значит, давай неси свою историю, секту, неси людям. И он начинает нести людям эту свою секту. То есть он пересказывает Тору, только вместо ангелов он ставит инопланетян. Вместо Бога он ставит кого-то, кто инопланетянин главный, который сюда жизнь занес. А себя он назначает как пророк, как Маше Рабену. Единственное, что то, что он продвигает под видом того, что ему сказали продвигать, это признано сектой в большинстве стран мира. И он, ну, захотите, почитайте, в описании урока будет его, как бы, вот эта вся идея. Двести пятьдесят тысяч человек, которые попали в его секту. Двести пятьдесят тысяч человек, четверть миллиона, которые поверили в его секту. Единственное, что он выступает за все извращения, включая педофилы, там, и он абсолютно против детей. Он читает, получил он сигнал, что люди не должны оставлять детей, а они должны, они уже сами есть боди, и они должны клонироваться. Такую он придумал бредятину. Теперь, смотрите, нас предупреждал царь Саламон три тысячи триста лет назад. Шуха Амука, Яма Глубокая, Чужие Рты, вот эти вот, да? Зеум Ашем и Поль Шам. Гнев Бога падает там. Теперь смотрите, что интересно. Есть, есть, основная, знаете, как есть вот в каждой стране, например, есть какая-то конституция, основной закон. В Торе два раза в день все религиозные евреи, мужчины, произносят, это называется молитва, но это не молитва, это как декларация. Шма Исраэль, слушай Израиль, Ашем Элокейну, Бог Всесильный Наш, Ашем Эхад, Бог Один, все, один, Эхад, Он Один. И дальше идут слова, которые нужно помнить каждый день два раза, мы должны их произносить, это заповедь Исторы, ложась и вставая, произносить эти слова. И там есть такие слова, что и будет, если вы будете соблюдать заповеди Бога, которые я заповедую вам сегодня. Любить Бога Всесильного вашего. И будете ему служить всем сердцем своим и всей душой своей. Дам я тогда дожди земле вашей в срок от начала до конца зимы, то есть идет благословение, которое привязано к любви к Богу и к выполнению заповедей. То есть Бог конкретно в начале говорит, послушай, если ты будешь любить Бога, то есть мера за меру, и будешь выполнять его заповеди, дам дожди, дам все, будет у тебя все, дам тебе все условия для того, чтобы ты жил и радовался жизни. Теперь, значит, но, если вы, и там сформулировано, сейчас я вам скажу, какая идет формулировка. Ишамрулахем, он говорит, Ишамрулахем, будьте осторожны. Пен ифтели вавхем, чтобы не свернули сердца ваши. Весартем, и сойдете вы с пути, и будете ваватем элуимахерим, и будете служить другим богам. Вехара аф ашем бахем. И тогда разгневается на вас Бог. Два раза в день произносит каждый религиозный еврей вот эту вот формулу, да, формулировку. Что благословение будет, если будете выполнять заповеди. Проклятие будет, не написано, если не будете выполнять заповеди. Написано, если вы начнете служить другим богам и поклоняться им. Вот это объяснение 14-го отрывка. Почему бывает, что есть нерелигиозные евреи или нерелигиозные неевреи, которые вроде бы они нерелигиозные, а у них все в жизни хорошо. Чаще всего эти люди, они не служат никаким богам. То есть, если человек делает авуда за рай, идола поклонства, то мы знаем точно, Бог на него гневается, и будет ему проклятие, и будет ему все плохо. Вот то, что здесь написано, шуха амука пиза рот. Яма глубокая, рот чужой, гнев бога на того, кто падает в эту яму. То есть, как только человек падает в какую-то чуждую идеологию, которая отрицает бога. Тут, кстати, интересно, здесь есть нюансы. Например, есть христианство, ислам, иудаизм. Это называется авраамические религии. Был Авраам Авину, праотец Авраам, который установил контакт с Богом, создателем мира. И от него происходит вот эта идеология, в которой мы сегодня живем. Во время молитвы, после Шма-Исраэль, идет молитва Шму-Найстре, где есть 18 благословений. То есть, вначале ты говоришь вот эту вот формулу, как бы Шма-Исраэль, это бог с тобой разговаривает, ты просто повторяешь. То есть, Шма-Исраэль, ты разговариваешь с богом, и... Шма-Исраэль, это ты разговариваешь с богом, это бог разговаривает с тобой. Шма-Найстре, когда ты молишься, это ты разговариваешь с богом. И вот, значит, в первом же благословении мы говорим, бог Авраама, бог Исхака, бог Якова. То есть, в этот мир, в котором мы живем сегодня, вот такое вот понятие, как служить богу, как с ним взаимодействовать, оно пришло в первую очередь через пророка Авраама, потом у него были Ицхак, Яков, был у него сын еще один Ишмаэль от Агарь, и от Ишмаэля пошел тоже народ, вот все арабские страны, мусульманство, оно пошло от Ишмаэля, которому бог, как раз где у них место Кааба, это Авраам обучал Ишмаэля Торе. То есть, он свое знание о Боге, он передал также Ишмаэлю, и оно потом превратилось в ислам. Дальше, то есть, сказать точно, что такое Авудазара, сложно, да, чужое служение. Это идолопоклонство, это явно есть культы идолопоклонства, которые были в Древнем Риме, в Древней Греции, вот эти все инки, ацтети там и так далее. Идолопоклонники, которые служили идолам из дерева, из камня, приносили им жертвы и так далее, это явные идолопоклонники. Теперь, но те, которые авраамические религии, это, понятное дело, это не идолопоклонники. Теперь, там есть куча разных нюансов, мы сейчас не будем в это вдаваться, но если есть хоть малейший намек на то, что есть Авудазар, чужое служение, вот это идолопоклонство, от этого нужно бежать далеко-далеко. Потому что, когда ты впадаешь в эту яму, нас предупредил царь Соломон, то что? Гнев Бога, включается гнев Бога, который, конечно, никому мы не можем пожелать, чтобы Бог гневался. И последнее, последнее, пятнадцатый отрывок сегодня, пятнадцатый отрывок, он говорит о том, что Ивелит кшура бле в наар. Ивелит это сомнение, от слова улай, сафек. Значит, сомнения привязаны в сердце юноши. Юноша, подросток, наар, это само слово наар, оно значит, как трясущийся подросток, он трясется так, да? Значит, сомнения, сомнения привязались к сердцу юноши. Подростки, они очень стесняются, подростки, они очень сомневаются, они не хотят идти по пути их родителей. Они такие, знаете, вот у них идет момент, когда они были детьми, им вкачали в голову какую-то систему. Потом он подросток, и у него вот этот вот период с тринадцати лет до двадцати, он осмысливает вот ту систему, которую ему дали. Он уже смотрит в окружающий мир, его люди воспринимают как взрослый. И у него на вот этот вот его внутренний стержень, который в него впечатали его семья, его город, его страна, его окружение в детстве, когда ребенок вообще не обдумывает и не фильтрует, что ему говорят хоть про... Ему можно ребенку и про Деда Мороза, и про Снегурочку, про все, что угодно, да? Теперь, но когда он подросток, он начинает сомневаться. И говорит нам царь Соломон совет, которые в сегодняшней воспитательной системе, они, конечно, идут в другую сторону. Посмотрим на их результаты. Раньше все вот до последнего времени шли по царю Соломону, как он советовал воспитывать подростков. Говорит царь Соломон в 15-м отрывке, шевет мусар ярхикена мимена. Значит, шевет это палка, розга, били в России розгами всегда. Значит, палка, шевет вообще это как посох, палка, мусар, наставление удалит от этого. Я как бы, как современный человек, да, у нас сейчас полностью говорят педагоги, что нельзя бить детей, наказывать, нельзя детей бить. Хотя тысячи лет мир стоял на том, что детей в Англии, в России, в Израиле, в Хедерах, везде преподаватели детей, подростков наказывали физическими наказаниями. Это было принято во всех там английских элитных школах, везде-везде подростка воспитывали через страх, потому что голову он не может себя удержать. И я вот привел здесь очень интересное, я случайно видел в интервью Хабиба. Хабиб самый сильный человек в мире, один из самых сильных бойцов в мире. И он, этот Хабиб, он говорил про своего отца, он говорил так. В годы, когда я был подростком, у меня даже не было такой мысли, чтобы каким-то образом восстать против своего отца, ни физически, ни даже психологически. Да даже сейчас у меня нет такого желания, ведь отец в отличной форме победил и победит меня с моими любыми бунтарскими замашками. В юные годы не было ни малейшего желания противостоять отцу. Он всегда тренировался и работал целыми днями, поэтому был наиболее крепким и выносливым из знакомых мне мужчин. Он ведь совмещал регулярную тренерскую деятельность и работу в совхозе. Это всегда вызывало уважение у всех вокруг, заявил Хабиб. То есть на Востоке, в странах Кавказа и так далее, то есть это сохранилось, уважение к старшим и так далее. То есть сама система сохранилась. На Западе система разрушилась. Мы посмотрим результаты. Пока мы не можем судить о результатах тех новых веяний воспитания, когда полностью все пустили как бы на самотек. Но мы посмотрим, мы посмотрим, что будет. Нет, 14-й отрывок, мы прошли сейчас 14-15 отрывок. Давайте еще раз. 14-й, мы говорили о идолопоклонстве, которое как в яму человека затаскивает, и Бог потом на него гневается. И 13-й, что ивелет кшура бы левнаар. Это понятно, что вот эти сомнения, они привязаны к сердцу подростка. Но тут интересно отмечают комментаторы вот этот нюанс, что именно она еще не вошла в сердце. Она привязана, это внешнее. То есть то, как его воспитывали, это стержень, это уже внутреннее, это его сущность. Сомнения это ему дает окружающий мир, и оно не вошло к нему в сердце. Оно ему сверху, оно привязано. Теперь, дальше, после 20 лет, у него уже произойдет некое слияние, и у него появится его идеология, которая будет смешанная из идеологии, которую ему дали дома, то есть воспитание в детстве, и смешается, уже зайдет туда идеология, которая внешнего мира, которую он впитал, он же хочет быть признанным в своем обществе подросток, он впитывает идеологию тех, которые вокруг него. Получается, уже с 20 лет у него микс между тем, что было у него внутри, и тем, что пришло к нему снаружи. А до 20 лет, он подросток, у него идет сомнение, и у него вот эта вот внешняя идеология, сомнение, в том, чему ему обучали в детстве, оно еще не вошло к нему в сердце. Понятно, да, идея? Все, значит, всем удачи, успехов, чтобы мы воспитывали себя, к сожалению, воспитывать других очень сложная задача, особенно, когда нельзя использовать шевет-мусар, палку, палку нельзя использовать, поэтому воспитывать, воспитывать других людей очень сложно. Я говорю это как тренер, я много лет обучаю других людей. И главный принцип, главный принцип обучения, что даже тот, кто пришел учиться, если ты мастер обучения, то даже тот, кто хочет измениться, это огромный труд измениться. То есть, но это при том, что у человека есть стопроцентное желание измениться. Но если человек не хочет измениться, изменить его практически невозможно. Это я понял за почти 15 лет своей практики как тренер, и поэтому давайте это применим прямо к себе. И главный человек, кого надо воспитывать, изменять, улучшать и очищать, это каждый из нас, вот он может внутри себя найти. И все внимание должно быть, особенно сейчас, это на внутренние изменения, потому что мы приближаемся к Роша-Шана. И сейчас остались последние дни для того, чтобы внутри еще раз себя просмотреть, решить для себя, что в себе я хочу оставить и что в себе я хочу изменить. И дальше воспитывать себя, взять палку и себя воспитывать, свое внутреннее животное поставить под контроль своей души и своего интеллекта. В этом задача наша в жизни подчинить свое внутреннее животное, своей духовной части, своей душе через знания, которые Бог передал через пророков, как это сделать. Все, счастливо, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok